альберт бурага по ту сторону рынка наша следующая тема альберт доброе утро заходите к нам в эфир я вижу же интернет из краснодара бежит к нам приветствуем вас альберт доброе утро игорь доброе утро коллеги под настрою камеру чем можно поторговать чем поторговать ну поторговать сегодня такой день конечно интересно я вот с утра озадачен что можно рассказать коллегам по цеху да по трейдерскому цеху дело в том что у нас вчера америка не торговала михаил хлестунов доброе утро михаил помню наше с вами общение на вручение оскаров что америка не торговала данных для расчета индикаторов для торговли на рынке форекс сегодня нет меня с утра уже тут потихонечку задалбывают мои коллеги ученики да почему не обновляется индикатор почему у нас нету данных я уже пишу везде где только могу кстати вот уже в ютрейде тоже объявляю всем что сегодня индикатор обновляться не будет а потому что потому что америка не торговала данных нету вот но с другой стороны мы как бы видим что и движение валют идет не особо да вот посмотрите да пара евро доллар вот на перед вами третий день уже идем во флэйте по флэйте да с пятницы идем во флэйте вот недостаточно широко раскиданы и балансовые тоже в принципе как я уже говорил да по карте объемов по карте объемов вот мы возьмем евро доллар евро доллар я вам показывал да в тот раз что у нас после экспирации до 12 числа опционная экспирация прошла на валюту и у нас объемы резко резко попадали то есть если до экспирации у нас вот смотрим уровень 6000 до 3000 объема экспирации те же уровни до две тысячи полторы тысячи 1600 то есть принципе участники рынка уже ушли на каникулы заранее но это имеется ввиду опционисты да участники то они еще торговали за какое-то время скажем для новостей по америке а вот но потом все уже вы видите что евро доллар уже легла да рождество все такое новый год я думаю что если ничего такого не случится то скорее всего мы новый год будем встречать где-то на эти же уровнях с небольшими отклонениями вот но в принципе завтра уже индикатор обновится мы получим уровни посчитанные можно работать по индикатору сип он работает даже на слабой слабой загруженности рынка когда объема практически нету вот но он работает великолепно все эти уровни все они отрабатывают вот я буквально вчера выложил в интернет уже свой обзор торгов за декабрь по рынку форекс вот его можно скачать посмотреть вот но в принципе я могу бегло еще раз пробежаться кое-что рассказать да поскольку сегодня прогноз дать не могу по валютам вот в принципе не то что я могу сейчас давайте пробегусь что мы отработали последние дни да при паре евро доллар мы отбиваясь от нижней циканала дошли до недельного уровня до великолепный день уровень который отрабатывается просто на раз-два уже который месяц подряд да уже больше полугода великолепно отрабатывается дальше фунт у нас потихонечку флейтит потихонечку видите тоже вот он лёвый должен быть день лежит москита новости выйдут 29 там по америке посмотрим возможно что-то произойдет но по крайней мере сейчас у нас вот такая ситуация по валютам и она сохраняется ничего я прогнозировать не могу даже какие-то выставлять уровни валютам смотрим австралии да но самая картина маленькие провалы происходят вот канадец у нас вчера в принципе закрылся на спортом маленький минус небольшой 22 пункта и об этом писал на своем обзоре дай у себя на сайте вот принципе это небольшой убыток потому что до этого у нас был хороший плюс хороший плюс пусть об этом еще расскажу вот в целом месяц у нас закрылся положительно то есть по тем парам по которым мы торговали у нас хороший плюс получился вот ну по канадцу последний облачил нас немножечко тот минут но с другой стороны это то что америке не торговала возможно и движение канадского духа по франку франк вторую неделю облизывает балансовые уровни входов не дает абсолютно никаких по франку я и раньше говорил пока входов нет мы его просто-напросто не рассматриваем если кто-то хочет просто поторговать внутри очень узкого диапазона очень узкого пожалуйста можете сделать но это уже не тактика моей системы и на но и на все точно по ене по ене были уровни которые потом были вот так вот отработан до видеть по ценовой петли а вот один такой пробойный был отработка роль пробойная отработка было и а вот потихонечку флейки в принципе легли да то есть я показал все валюты это нас часовой график валюты пока все платят ничего серьезного нет я в принципе жду скорее всего четверган новости по америки должны выйти по запасам нефти чьи еще пункта эта новость посмотрим что у нас будет происходить пока вот такая вот ситуация какая такая ситуация вот значит немножко расскажу по но уже будем говорить и подводить в итоге да как вы торговали последний месяц когда делал на видеоролик да тоже самый дайджест по торговле по паре евро доллар вспомнил мой разговор вспомнил разговор с михаилом кристуновым да как раз на вручении оскара мы с ним сидели он открыл ноутбук да и мы смотрели за движением пары евро долларов честно вспомнил да если он смотрит передачку фирмы смотрит а я ему тогда сказал как открыл извините буквально вот он свидетель да вручение у нас оскара было 6 числа до нет 8 извините 8 числа до 8 как раз там новость выходила вот я могу рассказал что по моей системе 6 числа 6 числа вышел сигнал о падении пары евро доллар на 150 пунктов от открытия цены 6 числа а вот и как раз я говорю поставил здесь пожалуйста уровень на расстоянии 150 пунктов он себе там отметил а вот здесь вот мы должны быть ближайшее время как раз тогда евро мотыляло мотыляло то вверх то вниз он там пытался что-то открывать я помню а вот даже что-то удачного но тем не менее смотрите данный сигнал который вышел по системе падение 150 пунктов он себя великолепно отработал вот и вот такие сигналы кстати такой точный сигнал выходил еще 5 числа на открытие падение 150 пунктов правда мы здесь зайти уже не успели потому что был гэп да но тем не менее 50 пунктов посмотрите вот великолепно мы их работаем по евро есть такая закономерность то есть она была много а когда-то давно еще вымерено дан найдено что евро а импульсные сигналы да по моей системе отрабатывают очень хорошо именно в броске в 150 пункт не знаю чем это связано но это всегда работает точно так же как я если вы помните еще в октябре в октябре окажется да я говорил по моему да что числа сигнал вышел по моему 12 если не ошибаюсь до 12 тоже вышел сигнал о падении на 150 пунктов вот мы тогда наблюдали с вами почти две недели до как мы падали на 150 вот он не зеленый отмечен вот такие сигналы по евро доллару отрабатывают очень хорошо и насколько я помню за год их было порядка 12 штук и по моему только один был не отработан то есть мы там получили лося вот эти вот сигналы как раз я стараюсь отслеживать для меня это не агрессивная торговля это уже консервативно и по ней можно хорошо работать вот дальше то что было по паре евро доллар то есть помню да декабрь 18 восьмое пошло но вот этот бросок 150 пунктов я не учитываю потому что как бы к индикатору сип не относится это уже я рассказываю об этом типе сигнала на полном курсе обучения вот а то что у нас было у нас был правой уровень до отбой от следующего сейчас я кстати говорю о агрессивном типе торговли до консервативно при агрессивном типе торговли мы работаем от всех балансовых уровней здесь мы отбились до нас понесло вниз а по посту у нас здесь могло принципе выбить да здесь топ совпал как раз вот этим балансовым уровнем снежный поэтому я здесь его ну я здесь обществе не торговал потому что за два дня до экспирации не положено торговать я здесь не торговал но мои ученики мои коллеги не будем торговать потому что мы уверены что тут все отобьется поскольку система в принципе себя хорошо отрабатывает они оказались правой система себя отработала мы вернулись видите да вот к этому пробойному уровню причем даже через экспирацию трижды пытались его пробить получилось но мы вернулись поэтому тот остановился здесь он закрыл первый свой вход в ноль и еще взял прибыль порядка 130 пунктов вот можно рассчитывать рассматривать как нормальный вот для получения прибыли удачи в паре евро доллар у нас получился значит был вход у нас мы заходили тогда надо будет первый вход был потом второй вход был здесь у нас был мы пробежали 50 пунктов по правилам закрываем этот уровень ставим стоп лосс без убыток здесь нас по нему выбивает и тут же мы перезаходим по второму сигналу на покупку в итоге сейчас ситуация у нас следующая для тех кто скажем не хочет долго ждать можно было закрыться на уровне до с хорошим принципе плюсом 130 пунктов плюс и 30 всего лишь у меня быть в плюсе но я знаю что некоторые мои коллеги решили подождать и дождаться пока цена дойдет до вот этого уровня хотя вот этот уровень не является долговым я его не рисую долговым поскольку здесь цена его не пробил почему-то мне коллеги решили записать себе в долг и в общем-то его отрабатывать хотя это не долговой уровень то есть совокупно по паре евро доллар мы хорошо в декабре поторговали вот девочки я их все выложил да порядка 300 пунктов было заработано без учета вот этой консервативной сделки 150 пунктов вот это пара евро то дальше смотрим фунт по фунту у нас так ходов не было до экспирации после экспирации у нас был отбой от уровня вот он хорошо отработал видите да дальше на следующий день take profit был переписан и писем поскольку участники рынка очень сильно сместили балансовый уровень да и наш take profit составил в принципе все равно все 40 пунктов был сигнал на закрыть 40 пунктов да палочка все больше входов не было поэтому фунт нам принес всего лишь примерно 40 пунктов ну тоже неплохо по крайней мере для того договориться без всяких двояких мыслей где закрываться как закрываться здесь все четко австралиец австралийский смотрим но был маленький отбой это ноября следующий день у нас игроки перенесли балансовый уровень вниз маленьким профитом по системе ну что было то было тоже по крайней мере что то есть дальше у нас здесь мы не дошли до балансового уровня убивались на следующий день и а здесь приходилось закрываться в 10 утра уже в принципе на тех уровнях где мы и открывались здесь участники рынка показали нам что есть вероятность движения вниз и поэтому рисковать не было смысла по системе закрывать вот в итоге у нас в принципе австралийцы нам ничего особого нет за исключением этого маленького хвостика в 10 пунктов рассматривать мы его конечно же не будет это не серьезно канадский доллар так канадский доллар канадский доллар а ну да у нас был здесь вход в отбой меня зацепило и закрывались принципе на следующий день уже имея в кармане 100 где-то 105 пунктов у нас было дальше перед экспирацией ничего не было потом у нас был отбой от уровня 15 числа 15 числа мы отбились 90 пунктов закрыта на следующий день поскольку был пересчет тейк профита тоже неплохо и вот буквально вчера у нас получился маленький минус за закрывались за того что участниками перенесли свой диапазон надо было закрываться тут ничего не поделаешь система довольно-таки жесткая закрылись получили 24 пункта уборка и того по канадцу да по канадскому доллару 190 пунктов в плюсе и отнимаем отсюда в принципе тоже довольно неплохо франк по франку у нас торгов по моему не было я не становился лично я не становился но кто здесь становился да он здесь в принципе что-то мог заработать порядка 100 пунктов но день-два до экспирации я в принципе не работаю принципиально поэтому здесь у нас ничего не было а вот хотя так вот еще были сделки 12 5 до отбоя верхнего балансового уровня заходили и до границы канала здесь кстати вот у меня ребята спрашивали кто учились как здесь нужно было закрываться вот по данной по данному конкретному примеру когда нам к этому примеру было два варианта вариант 1 значит если вы работаете в отбой от верхнего балансового уровня да у вас на следующий день как раз цена достигала отметки тейк профита да вот это тейк профита 120 пунктов можно было закрывать вот в принципе а есть один из паттернов который позволяет тянуть дальше до красного есть такой паттерн я на мастер-классе о нем рассказываю вот кто-то но смотрите вот как раз тот самый вариант когда я говорю что за два а если вы в прибыли 1 до 2 до если вы уже в прибыли то лучше всего закрыть свои позиции потому что вот такие вот нежданчики да новостные последние дни перед экспирацией они очень очень часто поэтому кто не закрылся здесь должен был закрываться где-то уже здесь прибыль принципе была та же самая вот это вот нюансы который меня спрашивали мои ученики я его объясню так дальше смотрим есть возможности нормально отбиться не было поскольку мы открывались возле балансовых уровней вот был вариант отбиться здесь становись мы в отбой а выносила нас тогда была просадка до 100 после не дошли и потом вернулись назад то здесь закрывались просто там же где открывается фактически здесь не было ни убытка не прибыли следующие дни мы открываясь возле балансовых уровней то есть вот он так пилил пилил их облизывал здесь входов не было и до сих пор входов то есть по франку и был один маленький у нас так маленький порядка 125 пунктов был профит ну я но если сейчас пока отложил поскольку она так выбилась вообще из колеи да были варианты входа вот здесь вот вы видите для тех кто торговал не дошли не дошли на новости нас вынесла потом цена вернулась ценовая петля видите опять хорошо отрабатывает закрыла вот здесь буквально четко ткнула да долговую не закрылась поэтому я здесь закрывал но не закрывала те кто у меня учились торговали они все-таки да такие ребята очень эмоциональные не любят сидеть ждать им лишь бы поторговать вот если не закрывались пенсию без убыток то есть система дала потом у них был вход от этого балансового уровня да опять таки выносила и опять цена возвращалась здесь тоже у них был без убыток дальше пока входов нет ну я вообще едно откладываю пока потому что мне непонятно как она повела себя в декабре я пока просто подожду поедет в итоге очень неплохой получился у нас профит в этом месяце в декабре да не такой как скажем в октябре в ноябре там все было все великолепно вот там буквально косили пункты а здесь у нас да немного ну в любом случае все равно мы в кофете любом случае у нас здесь хороший плюс получился вот так михаил помни да наш разговор отлично хорошо так значит по рынку форекс какие-нибудь вопросы есть да мы вообще рекомендация что я хотел подвести до какой я рекомендую сегодняшнего дня до 25 числа в принципе в рынке уже особо не находиться да то есть до 5 января поскольку становится очень тонким немножко горло подсадил на выходных в общем я рекомендую пока не работать лично я с рынка выйду я уже вышел и до пятого января до восьмого я буду лично отдыхать вот обзоры буду выкладывать по мере возможного находиться за компьютером вот а новичкам на тем кто работает по моей системе я тоже рекомендую остаться пока в стороне и заходить в рынок я сейчас прошу игоря взять управление на себя поскольку мне горло запершило и мне уже тяжело говорить сейчас вот если какие-то вопросы есть пишите я постараюсь вкратце ответить хорошо альберт поняли вас спасибо вас большое вам большое выздоравливайте в нужной стране спасибо большое игорь спасибо коллеги с новым годом вас поздравляю счастья здоровья успехов и игорь вам тоже развития хорошего такого прогрессивного вот и успехов всего доброго до свидания увидимся в следующем году